Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. Решила сегодня еще последнее видео записать, так как вдохновение – это самый жесткий работодатель. Я хочу сегодня еще раз поговорить про женщин-нарциссов. Вот знаете, чем опасны женщины-нарциссы больше всего? Тем, что от них не ожидаешь подвоха. А сокрушительный удар бывает не тот, который самый сильный удар, а тот удар, которого ты не ждешь. Так вот, женщин, все равно мы в обществе привыкли воспринимать как таких хрупких, слабых. Особенно, когда женщина изначально заходит в отношения как такая вот нежная, мягкая, добрая. Все равно же это расслабляет в какой-то мере. Ты не ждешь от нее ничего плохого. И вот это расслабление, оно является губительным. Это расслабление, в которое вы впадаете как в транс, является для вас сокрушительным ударом. И именно в тот момент, когда вы не будете ждать ничего плохого в этих отношениях, женщина-нарцисс вас убьет морально. Она будет издеваться над вами садистически и будет делать то, что вы от нее не ожидаете. И вот именно этот шок, который у вас возникает, он является именно губительной силой нарциссок-женщин. Возможно, они еще более опасны, чем мужчины. Ну, потому что мужчин мы все равно так чуть-чуть с опаской воспринимаем. Все-таки мужчина, он сильный. Он изначально позиционирует себя как сильный пол, который может, так скажем, и удар нанести. Но мы же не будем с мужчиной заигрывать в том плане, чтобы кто кого сильнее. Мы же изначально понимаем, что мужчины сильны. А вот с женщиной-нарциссом изначально вы не соревнуетесь в силе. Вы ее воспринимаете как слабое существо, над которым, может быть, нужна забота какая-то, это участие, поддержка какая-то. И вот она может выйти как бедная овечка. Вот она такая вся хорошая, бедненькая, пожалей меня. И потом самый неожиданный момент будет бах. И произведется из ее уст такое рыканье, такая власть, которой вы не ожидаете. Еще раз повторюсь. И она это будет делать тогда, когда вы уже влюблены. Тогда, когда, наверное, вы уже будете в браке. Когда у вас, возможно, родятся первые дети. Будут жесткие манипуляции. В том числе и детьми, и так далее, и тому подобное. Поэтому у вас будет вообще диссонанс такой легкий в голове. Вот вроде бы она такая вся белая, пушистая была недавно. А тут это уже просто другой человек. Это человек, у которого на самом деле нет пола. Это монстр. Монстр, который может убить без ножа. Монстр, который специально будет изучать все ваши болевые точки, сканировать вас и наносить удары по этим болевым точкам. Моральные, прежде всего, удары. Но что уж говорить, что женщины-нарциссы, они такие же, как и мужчины-нарциссы, они садистически тоже могут иметь всякие желания. И вы очень удивитесь, когда такая женщина-нарцисс может и физически на вас напасть. А если вы воспитаны так, а мужчин все-таки здоровых воспитывают, чтобы меньше, так скажем, иметь каких-то наклонностей, отвечать ударом за удар, особенно что касается женщин. Вообще мужчины не должны бить женщин. И вот что представьте себе мужчине делать, когда на них налетает женщина с кулаками. Которая хочет побить. А еще такие женщины могут потом сами прийти в полицию и сказать, что он меня побил. Например, могут нанести какие-то увечья и себе, и мужчине. И подставить все так, как будто это он виноват. И такое часто тоже с нарциссами бывает, с нарциссами женщины. Поэтому в этом и состоит опасность женщин-нарциссов. Потому что вы, во-первых, не ждете никакого подвоха. Вы не ожидаете, что там будет трэш. А он обязательно будет. И вот тогда нужно спасаться и выключать в себе вот этого вот, так сказать, порядочного мужчины, который, несмотря ни на что, будет все равно с этой семьей. Будет погроб с ней. Особенно если у вас венчанный брак, то как это так? Нельзя же бросать. А надо спасаться. Потому что если вы не спасетесь, то вас просто морально или физически убьют в таких отношениях. Не побоюсь этого слова. Женщина-мать-нарцисс — это вообще отдельная тема для разговора. Это убийство для детей. Это всегда холод. Это всегда лицемерие. Это отсутствие любви, сострадания. Это убийственная сила. Потому надо опасаться таких людей. Там отсутствует материнский инстинкт. Там отсутствует забота. Вот такие вещи, мои друзья. Поэтому неважно, кто это, нарцисс, женщина или мужчина. Все одно и то же. Практически одно и то же. Это монстр, у которого нет пола. Берегите себя. Если вам нужна личная консультация, телефон в описании видео. Продолжение следует...